Мертвый жук. Лягте на спину, вытянув руки к потолку и согните колени под углом 90 градусов. Из этого положения медленно вытяните правую ногу прямо, одновременно закинув левую руку за голову. Затем вернитесь в исходное положение и повторите то же самое для левой ноги и правой руки. Делайте это в течение 30 секунд. Поперечные скручивания. Это упражнение поможет прокачать косые мышцы живота. Лягте на спину, согнув колени и поставьте ступни на пол. Поднимите грудь и попытайтесь дотянуться правой рукой до правой ноги. Сделайте то же самое с левой стороны. Делайте секундную паузу, когда касаетесь пяток. Главное не торопиться. Ваш пресс должен быть задействован все время. Повторяйте скручивания в течение 30 секунд. Касание носков в позе краба. Это отличное упражнение для тренировки нижней части пресса, ягодиц и подколенных сухожилий. Чтобы его выполнить, нужно сесть, согнуть колени и поставить ноги вместе. Заведите руки за спину, затем оторвите бедра от пола, поднимая правую ногу и касаясь правой ноги левой рукой. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое для левой ноги и правой руки. Продолжайте это делать еще 30 секунд. Ножницы лежа на спине. Это упражнение на нижнюю часть пресса, которое поможет избавиться от жира на животе. Положите руки ладонями вниз под ягодицы. Поднимите и вытяните ноги, слегка согнув колени. Попеременно скрещивайте ноги в лодыжках или просто двигайте ногами вверх и вниз. Делайте это в течение 30 секунд. Опускание ног в положении лежа. Это упражнение нацелено на нижнюю часть тела, чтобы сделать ее более стабильной. Это совсем не трудно. Просто лягте на спину, руки по бокам, а ноги вытяните прямо. Ваша задача состоит в том, чтобы опускать ноги по очереди и касаться кола пятками. Убедитесь, что ноги идеально прямые. И не спешите. Чем медленнее опускаются пятки, тем лучше тренируется ваш нижний пресс. Повторяйте это в течение 30 секунд. Планка вверх-вниз приведет в тонус весь ваш кор. Согните правую руку и опустите локоть на пол. Сделайте то же самое с левой рукой. Теперь выполните эти движения в обратном порядке. Поставьте правую руку на пол и выпрямите ее. Переключитесь на другую сторону и повторите. Держите спину прямо и зафиксируйте кор. Свертывание. Это упражнение прорабатывает мышцы брюшного пресса и укрепляет позвоночник. Лягте на спину, вытяните ноги и сведите колени вместе. Поднимите руки прямо над головой, сделайте вдох и поднимите их вверх и вперед, медленно переходя в сидячее положение. На секунду замрите, сделайте выдох и вернитесь в исходное положение. Продолжайте делать это в течение 30 секунд. Упражнение «Складка». Это эффективное упражнение прокачивает прямые мышцы живота, тренирует мышцы бедер и косые мышцы. Лягте на пол, вытянув ноги и поставив ступни вместе. Затем приподнимитесь на локтях. Ноги тоже поднимите, чтобы получилась буква «Ви». Замрите в этом положении примерно на 5 секунд. Медленно опустите ноги и опустите верхнюю часть тела на локте. Ровное дыхание поможет вам облегчить выполнение упражнения, поэтому выдыхайте, когда делаете букву «Ви» и вдыхайте, когда пускаете тело обратно в исходное положение. Повторяйте упражнение в течение 30 секунд. Скручивание. Руки за головой. Используйте пресс, чтобы оторвать плечи от земли. Задержитесь в этом положении на 2 секунды. Не опускайтесь сразу, это распространенная ошибка. Вернитесь вниз и повторите. Избегайте рывков головой, так можно повредить шею. Подбородок не должен опускаться к груди. Держите шею прямо и следите за тем, чтобы бедра не отрывались от пола. Делайте это 30 секунд. Велосипедные скручивания. Положите руки на шею, оторвите плечи и ноги от пола. Скручиваясь, поднесите правое колено и левый локоть близко друг к другу, а левую ногу вытяните перед собой. Затем повторите это с другой стороны. Во время выполнения упражнения не касайтесь пола ногами или верхней частью спины. Выполняйте в течение 30 секунд. Скалолаз. Это упражнение заставляет работать разные группы мышц одновременно. Ягодичные мышцы, четырехголовую мышцу, подколенные сухожилия и основные мышцы пресса. Чтобы выполнять его правильно, примите положение планки, расставив руки на ширине плеч и вытянув ноги. Затем подтяните правое колено груди, вернитесь в исходное положение и проделайте то же самое с левой ногой. Продолжайте менять ноги и почувствуйте, как укрепляется ваш корпус. И последнее упражнение – змеиная растяжка. Лягте лицом вниз, вытянув руки в положение отжимания. Медленно выпрямите руки, пока не почувствуете растяжение пресса. Вы не отрываете бедра и нижнюю часть корпуса от земли. Оставайтесь в таком положении в течение 30 секунд, а затем расслабьтесь. Чтобы получить идеальный пресс из шести кубиков, вовсе не нужно ходить в спортзал. Выбор правильных упражнений позволит вам проводить эффективную тренировку дома. Все, что вам понадобится – коврик для упражнений, пара гантелей или другие веса. Ну что, готовы получить пресс своей мечты? Велосипедные скручивания стоя. Это упражнение прокачивает прямые и косые мышцы живота, укрепляет кор и прорабатывает мышцы вращателя. Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, руки за голову. Поднимите правую ногу, согнутую в колени и опустите левый локоть к колену. Напрягите кор, а спину держите прямо. Повторите упражнение по 5 раз для каждой стороны. Велосипед. Возьмите коврик для упражнений и лягте на спину. Согните ноги и поднимите их так, чтобы икры были параллельно полу. Совершайте ногами движения, будто крутите педаль велосипеда и одновременно поворачивайте верхнюю часть корпуса, левое плечо к правому колену и наоборот. Начните с 5 повторов и добавляйте по несколько на каждой тренировке. Сетапы с подъемом коленей. Лягте на спину, резко ссядьте, потянув правое колено к груди и вытянув левую руку вперед. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое для левого колена и правой руки. Сделайте 10 раз для каждой ноги, начиная с правой. Ножницы. Лягте на спину, положите руки под бедра и оторвите голову от земли. Из этого положения поднимите правую ногу как можно выше, удерживая левую ногу на уровне пола. Затем поменяйте ноги. Повторите это упражнение 16 раз по 8 раз для каждой ноги. Наклоны в сторону с гантелями. Это упражнение на внешнюю часть брюшного пресса, которое помогает эффективно проработать косые мышцы. Вам понадобится пара гантелей. Возьмите по одной в каждую руку и встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Немного напрягите руки, чтобы гантели были на уровне бедер. Наклоняйте верхнюю часть туловища вправо, пока не почувствуете напряжение в боку. Задержитесь на секунду или две в этом положении и вернитесь вверх. Затем повторите то же самое в левую сторону. Поочередное опускание ног. Лягте на спину, руки по бокам и вытяните ноги прямо. Опускайте ноги на пол одну за другой и касайтесь пола только пятками. Ваши ноги должны быть прямыми. Не спешите. Чем медленнее вы их опускаете, тем лучше для нижнего пресса. Это упражнение нацелено на укрепление нижней части тела. Неуклюжий самолет. Встаньте на четвереньки. Медленно поднимите левую ногу, пока она не станет параллельной полу и вытяните правую руку вперед. Отведите ногу и руку в сторону. Задержитесь в этой позе на три секунды. Теперь верните руку и ногу на пол и переключитесь на другую сторону. Спину держите прямо. Начните с пяти повторов и добавьте еще пять, когда почувствуете себя сильнее. Русский твист. Сядьте на пол, согнув колени. Ступни слегка приподнимите над полом, а спину оторвите от пола под углом 45 градусов. Руки должны быть сцеплены вместе и отведены от тела. В этом положении раскачивайте руки из стороны в сторону с кручивающими движениями 20 раз. Классическая планка. Встаньте на коврик для упражнений так, чтобы пола касались только предплечья и пальцы ног. Туловище должно быть неподвижным и образовывать прямую линию от пальцев ног до затылка. Оставайтесь в этом положении в течение 30 секунд. Это очень эффективное многоцелевое упражнение. Оно укрепляет мышцы брюшного пресса и мышцы кора. Планка с подъемом коленей к локтям. Примите ту же позу, что и при выполнении классической планки и начните по очереди подтягивать колени к груди. Поднимаем колено до локтя, затем снова опускаем на пол и переходим к другому колену. Сделайте по 10 повторов для каждой стороны. Этот вариант планки помогает укрепить мышцы брюшного пресса, коры и плеч, а также улучшает равновесие и тренирует ноги. Скольжение в складку. Для выполнения этого упражнения понадобится гладкий пол без ковра. Если у вас нет глайдеров для фитнеса, используйте бумажные тарелки или кухонные полотенца. Начните с положения планки на вытянутых руках. Затем медленно поднимите бедра и подтяните пальцы ног к рукам. Не сгибайте колени. Тело должно выглядеть как перевернутая буква В. Задержитесь в этой позе на 2-3 секунды и вернитесь в исходное положение. Землетрясение. Сядьте так, чтобы ноги и руки были вытянуты прямо вперед, а плечи отведены назад. Начните откидываться назад и максимально напрягите пресс. Как только вы начнете дрожать, начнется землетрясение. Оставайтесь в этом положении сколько сможете. Упражнение отлично прокачивает пресс, помогает проработать нижнюю часть спины и мышцы бедер. Свертывание. Лягте на спину, вытянув руки над головой и выпрямив ноги. Оторвите руки от пола, а затем плечи. Начните свертываться в сидячее положение и обратно в лежачее. Движения должны быть медленными. По одному позвонку за раз. Так гораздо эффективнее для мышц. Сделайте 10 повторов. Это многоцелевое упражнение. Оно тренирует не только пресс, но и мышцы бедер. А еще это отличная растяжка спины и подколенных сухожилий. Перекаты на спине. Сядьте и обхватите голени руками у лодыжек. Опустите плечи и расправьте спину. Оторвите ноги от пола и посмотрите, сможете ли вы сохранить равновесие. Втяните нижнюю часть живота и перекатитесь назад, но будьте очень осторожны, чтобы не приземлиться на шею. Затем напрягите мышцы живота и вернитесь в исходное положение. Повторите это упражнение 10 раз. Продвинутый подъем ног. Лягте на пол, вытянув руки вдоль тела. Поднимайте прямые ноги, пока ваши ступни не будут направлены в потолок. Работать должна нижняя часть пресса, а не таз или бедра. Задержитесь в этом положении на секунду или две, затем опустите ноги обратно. Не касайтесь пятками пола, они должны висеть над ним. Это задействует мышцы кора и нижнего пресса. Супер продвинутый подъем ног. Для выполнения еще более продвинутой версии поднятия ног вам понадобится турник. Просто повисните на нем, держа ноги прямо. Поднимите их под углом 90 градусов, задействовав мышцы пресса. Затем опустите ноги. Делайте все медленно и спокойно, и не раскачивайтесь при подъеме ног. Повороты корпуса. Возьмите легкий гриф или длинную палку, положите ее на плечи за шею и наклоните верхнюю часть тела вперед под углом 90 градусов. Не прогибайтесь в талии, иначе есть риск повредить нижнюю часть спины. Поверните верхнюю часть туловища вправо, дотягиваясь до правой ноги левым концом палки. Повторите то же движение с другой стороны. Если упражнение дается вам непросто, не волнуйтесь, со временем у вас все получится намного лучше. Лягушка. Это еще одно упражнение на нижнюю часть пресса. Сядьте на пол, слегка согнув ноги в коленях. Поместите руки на пол немного позади себя так, чтобы пальцы смотрели вперед. Откиньтесь назад и, балансируя на тазу, поднимите согнутые ноги. Подтяните колени к груди, затем снова выпрямите ноги. Старайтесь не касаться пятками пола. Продвинутые упражнения лягушка. Для продвинутой версии этого упражнения нам понадобится турник. Повисните на нем и напрягите руки, чтобы тело было неподвижным. Согните ноги в коленях и напрягите нижнюю часть пресса, чтобы подтянуть их к груди или как можно выше. Касание носков в позе краба. Это одно из лучших упражнений на нижнюю часть пресса, ягодицы и подколенные сухожилия. Оно помогает укрепить мышцы кора и улучшает метаболизм. Сядьте, согнув колени, ноги вместе, руки за спиной. Оторвите бедра от пола, поднимая правую ногу и касаясь правой ноги левой рукой. Повторите то же движение для левой ноги и правой руки. Скалолаз. Это упражнение прорабатывает ягодичные мышцы, четырехглавую мышцу, подколенные сухожилия и мышцы кора. Примите положение планки, расставив руки на ширине плеч и вытянув ноги. Потяните правое колено к груди, вернитесь в исходное положение и проделайте то же самое с левой ногой. Продолжайте менять ноги и держите спину прямо.